Экскурсионные маршруты проложат во всех районах города. Основной акцент будет сделан на истории Сочи как города-госпиталя. Участникам покажут места расположения военных госпиталей, расскажут о судьбах советских военнослужащих, которые там лечились, и медиков, которые вернули на фронт около 400 тысяч человек. При подготовке к 75-летию победы в Великой Отечественной войне основное внимание, конечно, будет уделено ветеранам. И здесь важно, чтобы каждый из них был окружен заботой, отметил мэр Сочи. Нужна помощь, город ее окажет. Даже если вопрос требует длительного решения, люди должны знать, что их проблемой тщательно занимаются. Самое главное, что все те жители, все те граждане, которым мы помогаем, они должны видеть о том, что механизм запущен для решения их вопроса, и ни проволочек, ни каких-то иных мероприятий, которые могут быть не выполнены, это все нужно исключить обязательно. В рамках регионального проекта «Историческая память» в сочинских школах сейчас проводятся уроки мужества. В них принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Кроме того, сочинцы смогут принять участие во всероссийском диктанте победы, а в одном из городских вузов пройдет научно-практическая конференция. Там будут подняты в том числе вопросы недопустимости пересмотра итогов войны. Также ко дню победы все памятники, могилы участников войны, среди которых и братские, приведут в порядок. В этой работе примут участие воспитанники военно-патриотических клубов. Под эгидой 75-летия победы на курорте пройдут культурные, спортивные и военно-патриотические мероприятия. Особое внимание будет уделено краеведческой деятельности, поисковым работам и молодежным акциям. В основу всех мероприятий лягут исторические материалы о тех событиях, Великой Отечественной, которые проходили в Сочи, и о сочинцах, ушедших на фронт. 18 из них получили звание Героя Советского Союза. О каждом из них опубликуют отдельные истории.